Здравствуйте! Итоги недели продолжают эфир телеканала Актиз о самых ключевых событиях минувших 7 дней. Расскажу вам я, Анна Дергаусова и мои коллеги. Подозреваемого в покушении на главу местной федерации бокса взяли под арест. Резонансным событием минувшей недели стала стрельба в одном из ангарских кафе, в ходе которого спортсмен Александр Акислов получил тяжелые ранения, а его приятель был убит. В нападении подозревается руководитель регионального отделения бойцовского клуба «Ахмат». Под стражу он проведет как минимум два месяца. Подробности инциденту Александра Бычкова. Через несколько секунд эта девушка и ее маленький ребенок станут свидетелями кошмарного происшествия. В кафе войдет молодой человек. Вступив в непродолжительную перепалку с одним из посетителей, он достанет пистолет и откроет по нему огонь. Сцену, достойную криминального боевика, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Нападавший поспешил к выходу. Друг раненого мужчины взял из бара кухонный нож, погнался за обидчиком и даже успел ударить его в живот. Но пуля оказалась сильнее. Вступившийся за товарища Аганес Туманян скончался на месте. Кроме того, пострадал и сам нападавший. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице. За его жизнью борются врачи. Второму потерпевшему также оказана медицинская помощь. Он прооперирован. Однако сейчас он пока не контактен. Следователем Следственного комитета расследуется уголовное дело. По статье «Покушение на убийство двух и более лиц» проводятся необходимые следственные действия. Пострадавший в Квартальском кафе Александр Ракислов в спортивных кругах человек известный. Чемпион России, мастер спорта международного класса. Последний год руководит местной федерацией бокса. Тренерский состав отзывается о нем исключительно положительно. При его инициативе в городе открыли новый спортзал, где дети занимаются бесплатно. Прямо сейчас ремонтируют и другой спортивный объект. С его приходом мы стали ездить на соревнования, неофициальные, на которые деньги могут не выделять. Он начал помогать финансово нам, вывозить детей, которые не могут себе позволить. Выезды в другие регионы, в другие города. Он начал помогать нам. Человек не посторонний для нас, человек, который болеет душой за бокс, за Ангарск, за детей. Примечательно то, что подозреваемый в покушении Василий Мурачев также не чушь спортивному сообществу. Руководил городской федерацией самбо. Сейчас числится президентом регионального отделения бойцовского клуба «Ахмат». Спортивная карьера пошатнулась в 2018 году, когда его обвинили в попытке рейдерского захвата логистического комплекса в Мегете. В прошлом году ему и его подельникам дали от 6 до 8 лет колонии строгого режима. Однако вскоре он оказался на свободе. Что именно послужило мотивом для неспортивного поведения в этот раз, сейчас выясняют правоохранительные органы. Александр Бычков, Олег Левченко, Местное время. 18 дней в лесу провела жительница Бурятии, пока ее не обнаружили сотрудники МЧС. 29-летняя девушка заблудилась при сборе дикороса в Тункинском районе. Как отмечают спасатели, в летний сезон количество сообщений о пропаже людей резко возрастает. Походы в лес не обходятся без происшествий. В беде может оказаться любой. О том, как не заблудиться, в лесу в материале моих коллег. Ежегодно с наступлением лета любители природы отправляются за ягодами, грибами и лекарственными травами. Но порой обычная прогулка за дикоросами может обернуться серьезным испытанием. Накануне спасатели нашли девушку, пропавшую 18 дней назад в Тункинском районе Бурятии. По данным МЧС, при ее поисках было обследовано свыше 130 квадратных километров леса. Врачи оценивают состояние пострадавшей как удовлетворительное. Как отмечают сотрудники МЧС, заблудиться в лесу несложно. Так, с начала лета в тайге заблудились 4 сборщика дикоросов. На сегодняшний момент в Иркутской области ведутся поиски двух человек. Спасатели отмечают, если вы потерялись, необходимо сохранять спокойствие, оставаться на месте и ждать помощь. Если вы понимаете, что вас искать никто не будет, никто за вами не пойдет, то нужно принимать решение все-таки двигаться. По солнцу хорошо ориентироваться, скажем. Оно у нас понятно, что встает на востоке, в обед оно у нас на юге, а вечером садится на западе. В принципе, хороший ориентир, шикарный. Если вы идете, вышли от солнца, скажем, то обратно вам нужно будет идти, ну, с учетом прошедшего времени, где это будет уже как бы на солнце. Любителям тихой охоты специалисты напоминают, что перед походом в лесные и горные местности необходимо предупредить родственников и зарегистрироваться у спасателей. Сейчас это можно сделать дистанционно через мобильное приложение, либо на сайте МЧС. Также в любой поход с собой нужно брать еду, воду и заряженный телефон, запастись спичками и лекарствами. Андрей Иванов, Оксана Крикунова, Олег Левченко. Местное время. К другим темам. В минувшую среду состоялась 70-я сессия законодательного собрания Иркутской области. Это заседание стало заключительным в работе третьего созыва. Парламентарии рассмотрели около 60 вопросов. В их числе социально значимые законопроекты, касающиеся поддержки семей с детьми, медицинских работников и участников специальной военной операции. Подробности у Натальи Хмелевой. На сессию ЗАГСобрания действующий состав депутатов собрался в последний раз. В сентябре этого года им на смену придут новые народные избранники. Поэтому красной нитью легло не только принятие новых нормативных актов, но и подведение итогов пятилетней работы. И стоит отметить, что она была непростой. Ведь именно на это время пришлось масштабное наводнение, ковид, санкции и специальная военная операция. Реагировать парламентариям приходилось незамедлительно. Это спрессованное время требовало принятия быстрых законов, которые, может быть, даже впервые принимались на территории Иркутской области. Вы помните, мы заботились и о детях, наши законы по защите, охране их здоровья, запрет сжиженных углеводородных газов, запрет энергетических напитков. Мы занимались вопросами образования. Это и наши программы «Школьный учебник», которые помогают покупать учебную литературу. Это и доступный «Школьный стадион», и многие другие программы, которые мы уже во многом разработали, но оставили уже в наследство четвертому созыву, уже до доведения их, до превращения их уже в бюджетное ассигнование. В заключительной сессии законодательного собрания приняли участие 38 депутатов, на повестке 60 вопросов. Большая часть имеет социальную направленность. В окончательном чтении приняты два новых законопроекта. Они дают право на бесплатное школьное питание неродных детей и военнослужащих, а также позволяют участникам спецоперации из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей получать жилье в приоритетном порядке. Еще одной из ключевых тем сессии стала корректировка областного бюджета на 2023 и последующие два года. Одной из главных задач корректировки этого бюджета была именно помощь и поддержка муниципалитетам. Причем не только на выравнивание бюджетной обеспеченности. На эти цели была направлена очень большая сумма, рекордная, больше двух миллиардов рублей. Для корректировки в середине года это действительно очень серьезная и большая сумма. Часть средств уже распределена, часть будет распределена буквально в ближайшее время после определенных процедур, понимания, для кого эта помощь нужна, в каком объеме. Вместе с этим парламентарии предусмотрели в бюджете 500 миллионов рублей на поддержку инициативных жителей области, а именно на софинансирование их проектов, которые направлены на благоустройство муниципальных территорий в 2024 году. Уже в ближайшее время в правительстве будет объявлен сбор заявок на участие в соответствующем конкурсе. Отмечу, что над рядом принятых на 70-й сессии законопроектов продолжат работу депутаты уже нового созыва. Их выборы пройдут в Иркутской области в сентябре этого года. Наталья Хмелева, Александр Черник, Местное время. На минувшей неделе завершился основной период сдачи единого госэкзамена. В Иркутской области в этом году итоговую аттестацию проходили около 14 тысяч выпускников. В Ангарском управлении образования уже подвели промежуточные итоги. С какими экзаменами наши выпускники справились лучше всего, сколько детей выполнили задания на высший балл, узнавали мои коллеги. Рвение к учебе Полина Мальцева начала проявлять еще в младших классах. Особый интерес у школьницы вызывают гуманитарные дисциплины. Хоть девушка и планирует в будущем стать IT-специалистом, отмечают, что знание русского языка необходимо в любой профессии. В течение года она усердно готовилась к экзаменам и в итоге смогла проявить свои знания на ЕГЭ. Полина набрала максимально возможное количество баллов по русскому языку. Из-за того, что я не выспалась, мне было тяжеловато. Я очень боялась, что из-за недосыпа я сделала какую-нибудь ошибку по невнимательности. Ну, все нормально было. Выпускница 2-го лицея Анастасия Кучеренко немного не добрала до заветной сотни. По ее мнению, экзамен был несложным. На подготовку ушло чуть более полугода. Как отмечает девушка, практически каждый школьник боится ЕГЭ. Но это лишь одно из многочисленных испытаний в жизни. Относиться к нему чересчур серьезно не стоит. Все зависит от варианта. Бывает, что попадаются очень сложные и очень легкие. Мне повезло с вариантом. Был не самый сложный вариант. Впрочем, как утверждают преподаватели, расслабляться не следует. С каждым годом экзамены становятся сложнее. Фактически подготовка начинается с 5-го класса. Упражнения в школьных учебниках так или иначе перекликаются с заданиями из итогового теста. Здесь нужно много заниматься, решать тестовые задания. И особое внимание уделять 27-му заданию – это сочинение, творческому заданию. Поэтому самодисциплина, самоподготовка, плюс школьные занятия, факультативные занятия – все дает хороший результат. Еще сложнее математика, особенно профильного уровня. Это и большое количество формул и вопросы олимпиадного уровня. Например, в первой части можно встретить задания по статистике и теории вероятности. Чаще всего, конечно, более сложно – это вторая часть. И там главное – правильно оформить, потому что задания оцениваются только при обоснованном решении. И поэтому там больше всего ошибок и больше всего недочетов, когда за выполненное задание, но не обоснованное или не представленная математическая модель в 17-18 задании, ученик может получить 0 баллов. В итоге примерно из тысяч ангарских выпускников сдать профильную математику идеально не удалось никому. Тем не менее, 28 школьников смогли показать отличные результаты от 80 баллов. Неплохо справились ангарчане и с тестом по химии. Высокую отметку получили 15 человек. Еще четверо 11-классников смогли проявить себя на ЕГЭ по литературе. Александр Вычков, Оксана Крикунова, Олег Левченко. Местное время. Между тем, пресс-служба правительства Иркутской области назвала имена 200 бальников по результатам ЕГЭ. Максим Савченко из Тайшетской школы номер 85 набрал по 100 баллов за экзамены по русскому языку и профильной математике. Никита Рыбаченко из Иркутской школы номер 42 получил высшие оценки по литературе и русскому. Всего по региону идеальные результаты ЕГЭ у 47 человек. Еще около 3000 выпускников написали тест на 80 баллов и выше. Школьников обучат обращаться с оружием. Такую инициативу поддержали в Министерстве просвещения России. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, занятия будут проходить в рамках курса «Основ безопасности жизнедеятельности». При этом учиться стрелять дети будут в факультативном порядке, строго по желанию. Также министерство рассматривает возможность переименовать предмет ОБЖ в ОБЗР – «Основы безопасности и защиты Родины». Минтрут России подготовил поправки, которые касаются выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Льготу сохранят, если мама выйдет на работу раньше срока. В период декретного отпуска можно будет трудоустроиться к другим работодателям с сохранением указанных выплаты рабочего места на прежнем предприятии. Ведомстве напоминают, что сейчас пособие на детей до полутора лет выплачивается только в том случае, если родитель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, трудится неполный день. С начала года жители Иркутской области отдали телефонным мошенникам почти 700 миллионов рублей. Такую статистику приводят правоохранительные органы. Менее чем за полгода на уловки аферистов поддались более 3,5 тысяч человек. Как заявляют эксперты из банковской сферы, телефонные мошенники похищаются с счетов россиян от 3 до 5 миллиардов рублей ежемесячно. С начала сезона от укусов клещей пострадали почти 10 тысяч жителей Иркутской области. Из них каждый пятый – это ребенок. Специалисты Роспотребнадзора сообщают о 52 случаях заражения клещевым боррелиозом. Энцефалитом заболели как минимум 18 человек. Сейчас в регионе продолжаются корицидные обработки. Всего охвачено более 2000 гектаров. Половина этой территории приходится на летние оздоровительные лагеря. В Иркутской областной клинической больнице впервые выполнили родственную трансплантацию части печени. Донором для 7-летнего мальчика стала его мама. У ребенка развился цирроз на фоне врожденного заболевания. Операция длилась 9 часов. Сейчас женщина и ее сын выписаны из реанимации и уже идут на поправку. Как сообщают в региональном Минздраве, Иркутск стал четвертым городом России после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, где подобные операции делают детям. В Ангарском округе завершился Всероссийский чемпионат по пулевой стрельбе на Кубок призера Олимпийских игр Анатолия Срабаева. Участие принимали сотрудники и военнослужащие Росгвардии. Это более 150 человек из разных регионов России. Турнир дает возможность продемонстрировать свой уровень подготовки, а также получить спортивное звание. На стрельбище побывали наши корреспонденты. Сегодня на учебно-тренировочной базе «Стеклянка» порохом пахнет сильнее, чем обычно. Здесь проходит Всероссийский чемпионат по пулевой стрельбе среди войск Национальной гвардии. Конкурсанты демонстрируют навыки владения пистолетом Макарова, автоматом Калашникова и снайперской винтовкой Драгунова. Ведь именно эти столпы отечественного оружейного производства считаются наиболее ходовыми у разгвардейцев. Это определенный навык. Постоянно его нужно обкатывать, потому что если ты не будешь стрелять, то навык все равно уходит. Постоянно должны быть тренинги, как и любой спорт. В любом спорте стрельба, лыжи, легкоатлетика и так далее. То есть должен быть тренировочный процесс и соревновательный процесс. Участие принимают более 150 стрелков из разных регионов страны. Военнослужащие отмечают, что соревнования – это не только шанс испытать себя, но и отличная возможность улучшить практические навыки. Спортсмены выполняют как стационарные упражнения, так и задания по скоростной стрельбе. Эти упражнения, этот вид спорта, как никакой другой, не готовит наших военнослужащих и сотрудников к выполнению их служебно-боевых задач. То есть это не просто спортивные упражнения стрелковые, но условия его выполнения максимально приближены к тем задачам, которые приходится выполнять участникам в боевой обстановке. Среди стрелков есть и представительницы прекрасного пола. Девушки шутя подмечают, что не уступают мужчинам ни в уровне подготовки, ни в воле к победе. По служном списке Натальи Руденко есть немало спортивных достижений, причем в нескольких дисциплинах. Но на подобных соревнованиях она впервые отмечает, здесь она состязается прежде всего сама с собой. Чувствуется, что не хватает именно соревновательного опыта в данном виде, потому что тренировки – это одно, а здесь адреналин, он тебя там немножко подкидывает на рубеже. И как бы, ну, хочется еще где-нибудь участвовать в подобных соревнованиях. Подведение итогов и награждение победителей состоится 23 июня. Лучших определят в личном и командном зачетах. Помимо медалей, наиболее результативным стрелкам присвоят очередные спортивные звания. Антон Бархатов, Оксана Крикунова, Олег Левченко. Местное время. Это были итоги недели. Смотрите нас на сайте actistv.ru и подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях, а также телеграм-канал. Всем доброго и до встречи в эфире.